Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале! Я решила внести некое разнообразие и сделать фаршированные баклаженчики. Правда, у меня не получилось настолько вкусно, как это всегда делает мама. У меня живот бурчит. Не обращайте внимания. Взяла лавашик, потому что другого хлеба дома не было. Но я лаваш очень-очень люблю, потому что он готовится быстро. Но это покупная, конечно. Но вообще я лаваш очень люблю, прям с детства. Нет, вкусно все-таки. Один я уже съела. Не могла устоять. Кстати, моя хорошая, возможно, на некоторое время я пропаду с канала. Дня на два. На днях должны сгонять, купить обои в квартиру. Я предлагала просто покрасить стены. Ну, что-то мама, парень. Никто не оценил эту идею. Поэтому я, наверное, буду клеить обои. В общем, дел много. Я, наверное, каждый шаг, что мы делаем в квартире, это показывать не буду. Только вот какие-то интересные. Вот доклеим обои везде. Вот тогда покажу. Вот так, что я показываю. Сильно там ситуация не поменялась. Какой вкусный баклажан, господи. Он просто тает во рту без особых усилий. Ммм. Написала мне моя бывшая одноклассница. что, к сожалению, она развелась. И у нас как-то принято. Когда выходишь замуж, покупаешь приданное. Там постельная, спальный гарнитур, гостиная. То есть мебель и дофига. И вот она мне написала, что я развелась, не знаю, куда деть свой спальный гарнитур. Если тебе нужно, то приходи, забирай. Я продаю. Вчера вечером я съездила. Посмотрела. Просто у нее кровать очень маленькая, на мой взгляд. У меня все-таки квадраты позволяют. Такое ощущение, что ее кровать не двухспальная, а это просто полторашка. Вот я теперь не знаю. Если среди моих подписчиков есть те, кто продает мебель, отправляйте варианты на мой инстаграм. Потому что, наверное, покупать все новое я не хочу. Если я все равно буду сдавать. В конечном итоге, скорее всего, я ее буду просто сдавать. Может, месяц поживу сама. Мне все в комментариях пишут, что все равно квартиросъемщики приведут не в лучший вид. Поэтому, учитывая все за и против, я решила все-таки покупать БУ. Не то, что я решила, но посмотрим. Если найду то, что я хочу. В хорошем состоянии. Моя одноклассница, конечно, в состоянии хорошее. Просто по габаритам мне не подходит эта мебель, потому что она слишком маленькая. У нее два шкафа, просто каждый из которых очень маленький. А мне бы один большой просто. Короче, не знаю, буду ли я там жить или сдавать. Просто если я буду сдавать, это дополнительная денюжка, которая мне не помешает. Здесь мы живем не в тесноте. У каждого своя комната. Вот эта комната, например, комната бабушки. У меня своя. У мамы своя. Как вкусно. Вообще, я люблю фаршированные перчики. Просто сегодня утром проснулась, такая, думаю, блин, что приготовить? Мама поехала к тете. Я не знала. Спускаться вниз было неохота. Я увидела там четыре больших баклажана. Я думаю, ну-ка, идите вы сюда. Сейчас я кое-что придумаю с вами. Еще сосед наш из деревни. Попросил привезти ему телефон. Ну, использованный был. И говорит, у нас здесь дорого. И вот этих вот ларечков с телефонами очень мало. Привезите мне из Баку, купив из какого-то ларечка, да? Подешевле. Он сказал свой бюджет. Бюджет его 3000. За 3000 телефон хочет он. И вот я маме говорю, ты обещала, что привезешь, правильно? Например, купим мы в каком-то ларечке телефон. Привезем его. Он поиспользует неделю-полтора. Например. Телефон будет глючить, не работать. Это все-таки ответственность. Мало ли что. Вроде хочешь человеку сделать добро, но в то же время боишься. Никогда не покупала использованные телефоны, потому что сюда боялась. У меня сразу такая мысль. Почему человек продает телефон? Значит, наверное, он не работает. Или какие-то проблемы. Или он краденый. Хотя на самом деле это абсолютно не так. Вот буквально три месяца назад я продала телефон свой старый Samsung. Когда купила себе iPhone, свой телефон я дала маме. А мамин телефон уже некуда было девать. Samsung J7. В отличном состоянии. я его просто продала. И продала просто за гроши. нимх отдох. Ап kidding. Апиак. Апиак. у меня такая страшная открывашка поэтому давайте откроем здесь где-то где-нибудь видно получилось такие вот дела я сейчас поисках телефона для нашего соседа в большом городе так как этих ларечков с телефонами очень много появляется конкуренция правильно когда есть конкуренция следовательно цена падает а в деревне два ларечка не то что в деревне в районе то есть ты едешь в район там два ларечка и вот какие цены они поставили по этим ценам приходится тебе как-то ориентироваться здесь и выбора побольше просто надо сказать ему что если что я не отвечаю иногда людям боишься делать добро потому что это так может обернуться я буквально недавно писалась такую дурацкую историю моя подруга попросила проверить парня который за ней ухаживает и говорит что я жить без тебя не могу навешивает ей лапшу она говорит может быть у тебя есть какой-то фейк аккаунт я говорю нету и тут я вспоминаю что у меня есть аккаунт где я раньше продавала грузинские хинкали помните год где-то назад я значит переделываю этот аккаунт меняю название ставлю какую-то фотографию где не видно лица дело в том что на этот аккаунт подписано 500 человек и это выглядит максимально реалистично получается я тоже подписана где-то на 100 с чем-то человек вот и там типа написала БГУ типа училась она там пишу парню который ухаживает за моей подругой вот что она говорит напиши я тоже самое пишу и он получается вовсю начинает общаться с этим фейк профилем потом она естественно ему предъявляет что ты клянешься мне в любви и так далее а сам вот общаешься с кем попало и как вы думаете кто остался виноват в этой всей ситуации который парень там мне знаете целое стихотворение написал что ты виновата в том что я не смог добиться девушку которая мне нравится проклинаю тебя и так далее я думаю блин на хрена мне все это надо было я жива себе спокойно припевающим вот поэтому как бы ситуации разные иногда ты хочешь сделать доброе помочь а кажется наоборот ты все испортила мне безумно приятно что каждый день на мой канал подписывается более 300 человек и вы знаете у меня такое ощущение что я недавно отмечала 200 тысяч а сейчас уже 208 и за это прежде всего хочется сказать вам спасибо если кто еще не подписан не забывайте это сделать всех люблю целую пока